В преддверии празднования 130-летия со дня основания Верхнеуральской типографии, ее сотрудники вновь встали у своих рабочих мест, которые находятся в настоящее время в экспозиции и полиграфии Верхнеуральского районного краеведческого музея. Открытие экспозиции, посвященное печатному делу, состоялось 27 сентября 2012 года, в день празднования 65 лет со дня основания музея. Экспонаты разместили в помещении бывшего хранилища музея. В зале было представлено две печатные машины ПТ-4 и Ромайор-314, а также рабочее место наборщика. К 130-летнему юбилею со дня основания Верхнеуральской типографии экспозиция пополнилась новой плоскопечатной машиной ПС-1М и наборной строкоотливной машиной Ленотип-Н14. Некоторую технику в представленной экспозиции Сергей Константинович Кокорин собирал буквально по болтикам. Говорил, что главная цель – вернуть машинам жизнь. Так, сегодня в музее дружный коллектив рабочих типографии смог опробовать работу ожившей техники. Марина Бужан, которая много лет посвятила работе в типографии, с трепетом запускает в работу Ленотип. Диляра Масагутова показывает ручной набор текста около кассы Реал. Диляра проработала наборщиком текста больше 20 лет. 12 лет из них на ручном наборе. Касса Реал пользуется особой популярностью у посетителей музея. Галина Шведова демонстрирует работу тигельной печатной машины. Это самое интересное зрелище, которое могут увидеть экскурсанты музея. На память гости получают свидетельство о посещении Верхнеуральского музея. Работа плоскопечатной машины высокой печати ПС-1М показана Зухрой Сулеймановой. А Лидия Белобородова демонстрирует печать на мало-овсетной печатной машине Ромайор 314. Типографское дело в Верхнеуральске имеет славную историю. Поэтому юбилей полиграфического предприятия невозможно было проигнорировать. 130-летие типографии отметили в выставочном зале Краевеческого музея. Праздник посетили почетные гости из Челябинска, Магнитогорска, МИАСа, Чебаркуля, руководители домов печати и издательских центров. Это первая в России типография, которая начала осваивать овсетную тему. Лично у меня было такое-то недоумение, почему вот такой захолосный городинск раздали овсетную завистью к этому, на сию, честно говоря. И только потом начинал понимать, что это сделано правильно. На примере Верхнеуральска начали двигаться следующие типографии. Специалистов Верхнеуральской типографии поблагодарили глава района Сергей Айбулатов и председатель собрания депутатов Иван Машкин. Иван Михайлович особо отметил заслуги Сергея Кокорина, бывшего руководителя типографии. Загорелся этой душой, загорелся этой темой, загорелся этой проблемой. Стал везде по крохам собирать. Сначала один станок поставил. Показал, что все-таки можно что-то собрать, что это интересно для меня. И сегодня уже есть целая экспозиция. Сергей Кокорин отработал в типографии 33 года. Пять лет он шел к своей главной мечте – открыть в музее экспозицию о первой типографии на Урале. Собрать воедино всю кладезь истории Верхнеуральского предприятия для Сергея Константиновича было необходимо. Он убежден, что сотрудники учреждения внесли весомый вклад в развитие печатного дела. Их заслуги достойны уважения и памяти. Спасибо всем, всему коллективу, то, что тяжелые, трудные там годы, которые были в 90-е, там, и так далее. А дальше я заканчивал свою работу, что они как бы верили в меня и никогда меня не привозили. Спасибо. Поэтесса Татьяна Сарамятникова написала стихотворение по случаю юбилейной даты. В своем творении она отметила заслуги коллектива и выразила сожаление о том, что типография прекратила свою работу. Коллектив был в сущности. Ваня. Группа вверх на своих нем спичал. Не пытался ни в топору позвонить. Жилка в каждой была греча. Районная газета «Красный Уральец» 80 лет печаталась в верхнеуральской типографии. От имени редакции коллектив учреждения поздравила Людмила Кулакова. Я всем вам желаю крепкого здоровья, оптимизма, побольше радости в жизни, счастья в вашей судьбе. И чтобы даже здесь, в экспозиции музейной, использовались машины, приведенные руками умными, мудрыми и добрыми Сергея Константиновича, продолжали работать, потому что музею также нужна полиграфическая продукция. О неразрывности газеты и типографии говорил Анвар Салхуддинов, бывший редактор и сотрудник «Красного Уральца». Он рассказал интересные случаи жизни типографии и перечислил специалистов, которые особенно ему запомнились. В речах выступающих чувствовалась нотка грусти от того, что типография больше не существует. Коллектив надеется, что когда-нибудь главное полиграфическое предприятие города возродится как птица Феникс и продолжит работать, приумножая былые достижения.